Всем добрый день, с вами я Александр Демидович и сегодня я хотел бы вам рассказать вот о чем. Я только что пришел с события, не события, с улицы Пищевиков, дом номер 31. Вчера люди не выдержали, в соцсетях выставили фотографии о том, что у них происходит в подъезде. Сегодня я пошел воочи убедиться в том, что там есть. Ситуация очень сложная. Вчера им выключали свет, но как ни удивительно, инициативная группа собралась и пошли в Облэнерго, их в Облэнерго услышали. Свет был включен, но тем не менее на них висит какой-то долг. Дом на данный момент в состоянии ликвидации. При мне случайно произошла встреча с ликвидатором, который почему-то отказался, молча отказался общаться со мной. Я его даже попросил представиться, он глянул на мое удостоверение, развернулся, сел в машину и уехал. Как я увидел ситуацию. На данный момент создаются все условия в рамках закона, прошу заметить, чтобы жильцы двухэтажного старого дома сами куда-то расселились. Нашли какие-то возможности приобретения жилья отдельно или куда-то выезжали. Но условия жить нереальные. В подъезде фекалии. Тут скрывать нечего. Причем эта ситуация длится уже 7 месяцев. Я познакомился с жильцами, они мне предложили, и я думаю, в дальнейшем я буду ходить к ним в гости и показать вам, как люди действительно живут плохо. Но сегодня речь о канализации, речь о том, что происходит в подъезде. Смотрите в дальнейшем мой репортаж, я вам все покажу, то, что сегодня я увидел. Кстати, сегодня жильцы были настроены радикально, они собирались блокировать проезжую часть оживленной улицы Бирюзова. Но, так или иначе, такая акция не состоялась. Ну, было принято решение, что сегодня не будут этого делать. Ну вот, смотрите дальше. Всем добрый день. С вами я, Александр Демидович. 24 мая 2018 года. Я нахожусь на улице Пищевиков. Со вчерашнего дня здесь работают работники водоканала. В частности, я вот что выяснил. Они чистят канализацию. Сейчас отдельно я с вами еще пройду, покажу, что происходит дальше и почему они чистят. Они чистят канализацию, потому что забита канализация. Люк был проблемно найден. Искали с помощью схем и металлоискателя, потому что он был заасфальтирован. Но нашли, все нормально. Вчера часть дня они работали и сейчас работают. Я вижу, вынимаются там бутылки, такое все. Очищают и потом до дома номер 31 они будут проверять саму канализационную систему. Но сейчас я вам буду показывать дальше, что происходит. Ну вот, Пищевиков 29.3 здесь нормально. Я сейчас захожу во двор к 31 дому. Вот, по-моему, видим, жильцы показывают. Но я сейчас вам покажу самое проблемное место. Полный люк, да? Да, даже так. Ну, полный люк. Я вам сейчас покажу, к чему это привело. Ага, вот, вижу, жильцы здесь собираются. Но сегодня обещала телевидение быть здесь. Сейчас самое страшное вам. Будем показывать. Вот это все, что здесь происходит. Можно я пройду? Да, пожалуйста. Видите, как мы живем? Скажем, прямо не мед. Как давно это у вас случилось? С прошлого года. Семь месяцев. Семь месяцев вот такое происходит? Да, куда девчата не ходили, и никто не хотел ничего делать. С прошлого года. Ого, непостижимо. Да. Я вижу так, как оно есть. Целую зиму вот такого. Ну, а так люди живут семь месяцев уже. Да. За два человека я плачу 141 гривен. Добрый день. Прошу прощения. А на балансе, на каком балансе? Полтава-Бавовно-предельная фабрика. Якой немаеет. И зараз там, керуючи арбитражным судом, нам призначенный болтик Сергей Михайлович. А он в курсе, что здесь происходит? В курсе. Он вчера вишал объявление, что нас отключают. Бачил. Да. Он вишал объявление, что нас отключают от света, и все это бачил. Ну, он, я так понимаю, никаких мер не принимает. Нет, нет. Это ж не было. Хотя вчера ничего не было. Да. Ну, вот такая вот ситуация. Что нам сейчас? Что вы давали на эти гривни? Значит, лёгки, вы готовы, что-то. Сама, я 31-я. Может, вам ничего не помогло. Вы 600 гривен платите в месяц. Вы 600 гривен, мы ничего не сделаем. Выйдите вот в Малую. Какие 600? Он у нас чеки. Какие 600? 600 гривен, 31-й дом платит в месяц. 600 гривен. А, ну, первый дом, мы не знаем. Наш 30-й дом? Ну, это квартплата. Квартплата. За воду мы платим отдельно. За свет мы платим. За отопление мы платим отдельно. На 600 гривен мы можем оказать вам и суть. Я прийду. Это любую. Ну, что, раз, чтобы почистить. Она в машине не хочет, она убирать. Не, она журю, почистить. Ну, на 600 гривен. У нас там была и трава покошена. Ну, ну, там вообще все заросло. Даже стирку никак не вышло. Значит так, кто-то придет один к 11 часам при Вовпетровне. Это? Да. И она вам даст все письма, которые мы написали в Облэнерго. И мы эти письма писали в прошлой неделе, что у нас никакого долга нет. И все это надумано. Это шантаж. Они с нас помогают 600 тысяч. Значит, дайте нам все документы, мы придем туда. Да. Да. А, да, 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 да. Они сейчас требуют 600 тысяч долг, которые находятся под морозином. Ну, он сказал, у нас есть, что ты-то 35. Нет, нет. Они в поведомлении написали. Вы поймите, что написано в документе и слова. Это все ерунда. Так они даже сказали, что письма там дали. Мы вам повесили. Мы вам повесили их вимогу. Вимога есть? Ну, это они вчера нам видали. Мы сидели, это они нам видали. В Рудже? А где повесили? А где повесили? Я вам повесили их вверх. Тебе сидеть на двери. Есть фотография после. Есть фотография? Да, есть фотография. Откройте его. Откройте. Да, вот оно. Ось. О, смотрите, вот повесили. Смотрите, что они вам пишут. Сума какая? 35 тысяч. Ну, они сказали, оцей шестух. Подождите, подождите. Какая сума 35 тысяч? Да. А отключили за сколько? Нет, отключила я за 35. За 35. Не надо мне читать, я вчера Богу в голову не сказал. За 35 2 тысячи вы выплатили, а 33 вы долгие. А 35 5 это долгие. Они сказали, вы позавчера им 3 с половиной тысячи вынесли. Перечислили. Я еще тогда скажу. Мы на 35 тысяч подписали реструктуризацию с ними. Они не могут... Сказали, вы их подписали? Я подал еще документы на прошлой неделе. Я вчера у него спрашиваю, что нам делать? Подождите, подождите. Он говорит, что ничего. Так, а 35 тысяч, 35 тысяч мы за 100? Ну, он сказал, да, что вы заплатили 35 тысяч, а остальные, каже, мы будем выбирать. А остальные, он сказал, чтобы мы с ними заключали договор. И мы будем выплачивать все это все прожитие. Нет, он не сказал, что мы будем выплачивать. Он сказал, ну, от болтика вызывайте милицию. Нет, подождите, что хочет. Я вам отнесу. Сказали, что вы все виноваты вы, и мы даже есть вас. Так как вы, наш виконавчий обувь. Кто-то, что в 11 приходит к Европетровне, и вам все документы дадут. Хорошо, так а где гарантия, что на виконочку кинь, никто не закрит, нас у них не пустит. Я не скажу, что на вон. А мы затем дверьми. Да нет, давайте так. Нет, мы без пик, чтобы мы хотим по-нормальному, по-человечески. Вот, Игорь, пришли спокойно, вам документы дадут. Только не ходите так. А что документы, например, от выключить сегодня свет? Что с документами? Это в МНР. Что с сегодня так завтра выключать? Ну, не текай так нас, поболокайте. Санализация, я вам не помогу ничего. Что нам делать? Я вообще анализация не могу. Ну, разъедите. Ну, что вам работать? Ну, вы платите 600 гривен, я могу только на 600 гривен на машину делать, ага. Ну, давайте вызовем машину. Мы собрали часть денег, вы что-то нам до себе. Выскачаем его, пусть все от оближения. Ну, давайте вы обратитесь к водоканалу. Водоканал вчера приезжал. Что поедение? Нет, они там тросик гонял, кутины пивчат. Мы попали здесь и поедали. Да. Потому что уже... Водоканал вчера выключила телевидение. В газете, в 2014 году нам выделилось 301 тысяча на кришу. У нас криша написана в 2013 году. У нас газета есть, в которой писалось. У нас тут есть все, держи, где та газета, чтобы нас писали, на наш дом выделили на 300 тысяч. Так, девочки, у меня маленький ребенок в машине есть. Ну, не понимаю, извините, конечно, уже... Давайте так, в 11 часов приезжайте, дайте мне эту газету. Секунду сейчас подожди. Так, давайте, надо купить. А что вы надеще вот? Что вы надеще вот, что вы надеще выделили на 301 тысяча на 2013 году? Нет, прогнозованы кошты на ремонт. Они были или нет? Нет, никто нам ничего не выделил. Что нам делать? У нас колоссировка ТЭПСа на голову. Нам никто не давал, да? Нет, никто их нигде не выделил. Что здесь, люди? Это убийство прогнозовано просто. Где выделили? Ну, не стра, да. Нам сейчас выделяло. Нет, вы не относитесь к коммунальному собственности. Как нам до них добиться? Есть решение суда, которое вызвало их действия незаконные. Они вам все врут. Я же вам давал решение суда, где мы судились с местой рады, что они не принимают во всем коммунальному собственности. Приедьте до нас на пищевики. Давайте его как-то все вместе решать. Мы с вами встречались, но вы же не слушаете меня. Мы будем слушать. Ну, вы нам подскажите, я что делаю. Ну, все, давайте тогда назначим встречу. Ну, только ж... Без крика будет все спокойно. Только без крика. Выберите, выберите инициативную группу. Не надо входить нам 50 человек. Выберите инициативную группу, которая придет. И мы спокойно вам сядем еще раз, еще раз, 10 раз. Напишем, что нам постепенно все делать. Не плавать в этом гамне. Инициативная группа, значит, приходит завтра на 11. На фабрику. В ЖЭК? В ЖЭК, да, на 11 часов. Ну, только так, чтобы... На Пушкина, да? На Пушкина, да. Чтобы пришли люди, значит, которые готовы на диалог, которые готовы слушать. И чтобы не было там воров, скандалов, все остальное. Потому что я вам решение отсюда, незаконные действия в Медведской Владе. Давал? Давал. Вы на него не смотрите, понимаете? Вы пошли в Обленерго, вам как бы рассказали ерунду какую-то, а повесили документ официальный. Мы сегодня по этому документу готовим в антимонопольный комитет документы, потому что Обленерго монополист. И мы готовим документы в антимонопольный комитет на проведение антимонопольного расследования. Так свет нам не выбежит пока? Я уверен, что... Ну, вы от нас хоть не текайте, пожалуйста. Давайте уже вести какой-то диалог, давайте уже... Да, сегодня в 11 часов. Можно двумя путями сделать. Вы можете сегодня забрать документы, которые мы в Обленергофлеване. Давайте сегодня встретимся. Я сегодня не могу встретиться, у меня сегодня командировка. Понятно. Значит, у меня же не одно такое предприятие. Значит, и вы можете... Или завтра вы можете забрать. В 11 часов уже лично в моей присутствии. Давайте мы на завтра. Давайте на завтра, на 11 часов. Заберемся документами. Заберемся документы и мы с вами проведем... Мы составим бумажки. Ну, что нас интересует? Что вы нам сможете помогти? Как? Хотя бы словами уже действиями. И не словами, поймите, вами манипулируют. Когда мы канализацию делали, вы нам перекрывали дорогу, чтобы мы не делали. Когда вы канализацию делали, я вам сказал... У вас был долг 200 тысяч. Около... Мы за свои деньги. Смотрите, нет. Мы за свои деньги робили. Нет, неправда. Правда, мы за свои деньги. А меня послушайте. Вы не слышите? И что, трубы вы купили? Послушайте. Меня послушайте. У вас был долг 180 тысяч. Я вам сказал, вы знаете, долги, мы вам сделаем канализацию. Вы сказали, нет, мы сами сделаем канализацию, а вы нам спишите долг. Вы сделали канализацию, принесли мне чеки, принесли мне сметы, и я вам списал долг, который у вас был. Ну так правильно, но так все равно. Так так было, так было. Да, так, но сделано за долги ваши. Вы нам поспали милиции. А я вам говорил, давайте мы сделаем канализацию профессиональной компании. А вы сказали, нет, мы сделаем. Вы сделали, и она работает? Я прошу прощения, вы внятно все объяснили. Представьтесь, пожалуйста. Блогер, держите. Вы не хотите представляться? Скажите, вы не можете сказать, кто это был? Он мне отказался представляться. Это наш был выполняющий обязательным арбитражным судом, ликвидатор, болтик Сергей Михайлович. Все, спасибо. Спасибо.